Смотрите сегодня в гражданской обороне. Приказано уничтожить. Почему бизнес становится исчезающим видом в оккупированном Крыму. Из 124 тысяч предпринимателей осталось 24 тысяч. Потемкинские деревни. Как на самом деле облагораживают Россию? Старые разрушенные дома завешиваются вот такими красочными постерами. Впереди планеты всей. Какие антирекорды Кремль не хотел бы афишировать? В год от водки погибают 70 тысяч человек. В Афганистане во время войны погибло наших солдат 14 тысяч. Вопреки договоренностям, почему не прекращается террористический огонь на Востоке? Махонькая, две недели, она вся в тяжелом. Захарчик, ласки не открываются, весь израненный ребеночек. Два с половиной года. За что? Засекреченные потери. Сколько российских солдат Москва отправила на смерть? Они просто их не считали. У них нет человека, нет проблемы. Факты, свидетельства, доказательства. Все это прямо сейчас в гражданской обороне. Нарисованное благополучие России. Замыливание глаз, как принцип жизни. Потемкинские деревни, современный РФ. Как облагораживают города в якобы великой и прогрессивной стране. Вековая традиция обмана. Баннеры, которые показывают такую действительность, в которой очень хочется жить. И где потом искать россиянам их нарисованное счастье? Простые причины отсталости и разрухи в РФ. Найти запасы, работа в интересах узкого класса политического обслуживающего Кремль. Наша страна стала лучше, богаче, удобнее. Россия развивающаяся, богатая и прогрессивная. Такому гипнозу каждый день подвергаются миллионы российских телезрителей. Мы и сами стали замечать, как на улицах наших городов в глазах прохожих появилось внутреннее пламя. Настоящая русская вера в будущее. Ну конечно. Дороги строятся, города растут, сады расцветают. Только все это не так. Это российский город Уфа. На подготовку прошедших здесь в июле 2015 года саммитов Брикс и Шосс, Россия потратила два года и больше 10 миллиардов рублей. Сотни километров нового дорожного полотна. В преддверии саммитов Шосс и Брикс Уфу закатали в асфальт. А вот то самое дорожное полотно и особый русский метод его укладки. А вот еще вариант. Асфальт укладывают прямо в лужу. Облагорожены даже отдаленные районы города, где вряд ли окажутся участники иностранных делегаций. А вот и сами облагороженные к саммитам районы, подозрительно напоминающие Потемкинскую деревню. Ветхие дома, свалки и все, что неприглядно, просто закрыли красочными баннерами. На газоны накинули уродливую искусственную траву, настоящие газоны закатали в асфальт. И вот уже город заиграл новыми красками. Створится картинка каким чином? Есть дорога, такой хайвей, на великой скорости проводят этого бразильского, индийского или любого другого чиновника из Брикс. Им пролетает и видишь, что мелькают хорошие картинки. Ну, начебто все доброе. Во всех мировых языках сочетание «Потемкинская деревня» просто переводится, скажем, по-английски это будет «Потемкинс вилоч», поскольку в английском языке такое понятие не появилось. Вот это вот баннеры, которые показывают такую действительность, в которой очень хочется жить. Такую вот виртуальную реальность, напечатанную на баннерах. Уфа не первая и не последняя. Театральные декорации в России обожают. Потемкинские деревни возводят чуть ли не каждый раз перед приездом правительства. Ну, это довольно привычная ситуация, когда старые разрушенные дома завешиваются вот такими красочными постерами. Это русский город Суздаль. В гости ждут президента РФ. На раз-два убогое и беспросветное существование российской клубинки становится очень даже приличным. Юрюха, а ты готов к приезду Путина? Не, ну пи***ь. Подстроим, да? Раз и подстроим. Например, остов этого сгоревшего дома загорожен огромным плакатом, имитирующим вполне аккуратный фасад. Если ехать мимо на большой скорости, от настоящих не отличить. Некоторым дома может повезти и их даже покрасят, но только со стороны дороги. Яркая краска видна только на стенах, выходящих на дорогу. С боков дома почему-то красить не стали. А вот Лыткарина. Тут в ожидании Дмитрия Медведева все неприглядное закрыли зеленым забором. Ну и опять же подошли к делу с российской практичностью. У школы, одной из главных школ города, выкрасили забор там, где проезжал Дмитрий Медведев, но выкрасили его только с одной стороны, с другой даже не стали. Да и то, красить забор стали впервые за последние 50 лет. А поскольку денег все равно вкладывать не хочется, хочется украсть. Деньги украдены. Все, как говорил командор Бендер, все украдено до нас. Поэтому вкладывать уже поздно, да и зачем? Зачем понты кидать перед пацанами? То есть проще зависеть все баннерами, закрыть какими-то красивыми искусственными фасадами, а-ля Потемницкой деревней. А это встречать президента уже готовится Саратов. Классно, асфальт. Прямо выложу кладем, видите? Новая технология, да. Прямо воду кладет, асфальт. Вот так мы готовимся к республике. Красота. Перенимайте опыт, только эксклюзивный опыт, только у нас в Саратове такой. Видимо, в России ездить по нормальным дорогам любит только кремлевская элита. Всем остальным хорошее покрытие ни к чему. Поэтому и кладут его на один раз. Вот так вот русские закапывают деньги, ага. Прямо на лед асфальт вложим. Хорошая технология. Провинциальный поселок Ильинка. Готовиться к приезду, ну вы уже догадались. Разбитые дороги поселка пришлось срочно приводить в порядок, а дворы очищать от мусора. Ведь самим россиянам дорога и чистота не нужна. Все только ради президента. Вы приехали неделю до Путина. И посмотрели бы, что здесь творится. Вы туда проедете, где общежитие стоит. Какая там срача, какая там грязь. Поведи там помой. И вот новое чудо российской смекалки. Специально к приезду Дмитрия Медведева в Петрозаводске положили новый асфальт. Поверх старой разметки. Положили асфальт в обоих направлениях поверх старого покрытия. При этом разметку дорожные рабочие не тронули. В некоторых местах свежий асфальт даже повторяет ее изгиб. Возведение потемкинских деревень и откровенное замыливание глаз во всех регионах России чуть ли не вековая традиция. Сам собой напрашивается вопрос, как и почему россияне это терпят. Для всех других полностью влаштовывает то, что находится за этими вывесками, за этими баннерами, когда оно руйнуется и погано гниет, руйнуется и погано выглядит. Это влаштовывает этих людей, которые там живут. Они прекращают лишь эти все руины, лишь как до них кто-то приходит в гости. Потемкинские деревни нужны ради одного – отмывание денег, говорят политологи. Схемы просты и стары, как мир. Россия – это достаточно отсталая страна, при том, что она располагает огромным количеством природных запасов, но эти запасы работают в интересах узкого класса политического обслуживающего Кремля. То есть это так называемая тысяча людей, золотая тысяча, которая крутится вокруг Путина. Они делят 80% прибыли от продажи природных запасов. Нефть и газа, в первую очередь, метод продукции металлургии от России. Самый яркий пример замыливания глаз в РФ, конечно же, сочинская Олимпиада. Переплюнуть этот пир коррупции пока не удалось никому. Изначально Сочи, вот этот вот проект Сочи был спроектирован таким образом, чтобы он не просто в результате выдал Олимпиаду, но еще и обогатил какое-то небольшое количество личных путинских друзей. Называемая многими наблюдателями и критиками сумма украденного в 30%, она недалека от истины. Особенно заметно, что деньги украли. Стало в июне этого года, когда новая сочинская ливневая канализация оказалась непригодной. На жаль, на превеликий жаль, результатами такой хабарницкой политики, результатами такого злодейства, стают жертвами, звичайные люди. Адже, когда чиновники украли деньги на канализацию в Сочи, место біля моря, место біля гір, тобто, кудись стекается дуже багато води в сезон повиня, тобто, люди тонуть, знищується нерухомість, знищується инфраструктура. В Сочинской Олимпиаде также уже известным нам незатейливым способом облагораживали города, по которым проносили Олимпийский огонь. Олимпийский огонь пронесся мимо несуществующих домов. На улице Суворова еще за несколько дней до движения фукелоносцев появились вот такие нарядные строения. Возводить их долго не пришлось. Издалека они выглядят, как бревенчатые срубовые жилища. Самый натуральный показок. Тут вообще был развал, развал. Это надо было только видеть. Потому что вот эта картинка, она очень хорошая, когда отбывается какая-то подія. Только звезда выезжает кортеж президента, все. Жизнь повертається до своих старых, звичных руин. Факел принесли, или как? Олимпийский огонь? Олимпийский. А, принесли. Ну, значит, можно снимать. Все это декорации. И все же рекордсменом по абсурдности и замыливанию глаз можно считать Тамбов. Тут специально к приезду первого лица на тротуары привезли снег. Маме покажу, как Путин готовится. Что мать не знает. У***. Правда, как пуршавэ. Зима выдалась малоснежной, да и мусор нужно чем-то прикрыть. Снег завезли с полей и усыпали им тротуары по маршруту следования чиновничьего кортежа. Оригинально. На жителей российского Тамбова обрушился рукотворный снегопад. Так местные власти готовились к визиту Владимира Путина. Но даже искусственный снег для Путина не вершина абсурда. Первый приз уходит в Севастополь. День ВМФ в этом году. Вот они. Блеск и нищета российских моряков. Черные туфли небрежно выкрашены в белый цвет. Таким менталитетом и культурой, поверьте мне, это мы можем смеяться и удивляться, как это может быть. В России вообще это нормально, к этому вообще спокойно относятся. То есть там даже никто смеяться над этим не будет, поверьте. То есть они посмотрят, ну да, ну что, ну там. Человека не было белой обуви, он взял покраску. А что-то нелогичное, типа, если. Ну, да. Я тоже так делал. Замыливание глаз и потемкинские деревни живы в России на всех уровнях. Украсть и прикрыть принцип существования государства, которое только мнит себя великим. Смотрите далее в гражданской обороне. В чем такая духовная Россия впереди планеты всей? Нигде в мире не пьют такое количество, там, тормозной жидкости, одеколонов, вот, там, допустим, этилового спирта. Рекорды, о которых РФ скромно молчит. Количество абортов, детских суицидов, брошенных детей, наркоманов и алкоголиков. По продолжительности жизни, по уровню инвестиций в наук и тому подобное. Мы в Африке. Копперфильд отдыхает. Природные богатства РФ легкими движениями Кремля превращаются в убогое и беспросветное существование россиян. Те ресурсы, которые имеет Россия, они бы уже уровень жизни имели, ну, скажем, не набагато ниже, чем в Эмиратах. Российские геологи открыли в этом году 33 месторождения углеводородов. Некоторые из них мирового уровня. Вторые в мире запасы нефти. Россия – это первые в мире запасы железа. Обнаружение гигантских залежей нефти и газа в Арктике стало настоящим прорывом. Россия – это вторая в мире запаса золота. Самая мощная в мире страна по ресурсам. Россия – первая в мире по добыче природного газа, запасам леса, серебра и алмазов. Список впечатляющий. Этими рекордами, словно личными достижениями, россияне гордятся из года в год. Самая богатая. Везде нефть и газ. Куда ни ткни, можем залить нефтью и газом задушить все, что только можем. Металл наш, бензин наш, пластмасса наша. Но гораздо больше у россиян других рекордов. О них Кремль предпочитает скромно молчать. Например, РФ занимает первое место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих продуктов. Первое место среди явных причин смертности – это, конечно же, алкоголь. Эй, кишка, б***ь. Просыпайся, б***ь. Действительно, они чемпионы света. Я нагадаю, что в чистом виде, если с вживания алкоголя на особи чистого алкоголя, то по спирту в риг, перевищу 8 литров, иде выроджение генома, то есть выроджение, иде этносу, античной группы. Россия споживает 12-14 литров чистого спирта на особу. Духовные скрепы трещат по швам. Россия занимает первое место в прогнившей Европе по числу умерших от пьянства. В год отводки погибают 70 тысяч человек. В Афганистане во время войны погибло наших солдат 14 тысяч. Впереди планеты всей великой духовной России по числу алкогольных отравлений. Россия занимает первое место в мире по отравлениям алкоголем, потому что нигде в мире не пьют такое количество тормозной жидкости, одеколонов, допустим, этилового спирта. Запивать депрессию, нищету и беспросветность в России традиция. А традиции в РФ уважают. Такие высокие проценты потребления алкоголя и наркотиков в России, они связаны, конечно, с абсолютно невозможностью себя реализовать, огромная безработица. Это одна из особенностей, которую сейчас даже стимулируют. То есть тем, что опустили на 20-30% цену на водку, таким образом они усиливают вот эти вот негативные качества, и они спивают нацию. Следом за алкоголизмом идет наркомания. И снова РФ бьет рекорды. Уверенное первое место в мире по потреблению героина. 21% от мирового оборота тяжелого наркотика оседает в России. Россия занимает первое место в мире по потреблению героина. Только по официальной статистике ежегодно от наркотиков в нашей стране умирают до 40 тысяч человек. Покажут по телеку, да? Да, смотрите, сука. В России ужасающая действительно ситуация с употреблением наркотиков, потому что фактически весь наркотрафик контролируется силовиками. Есть федеральная служба оборота наркотиков в России, да? Так называемый ФСОН, который фактически является крупнейшей наркоторговой фирмой в России. Он просто, грубо говоря, сидит на потоке и контролирует. Героин идет в Россию из Афганистана. Проблема наркомании затрагивает 30 миллионов россиян. Получается, каждый пятый в РФ наркоман. Около 40 тысяч россиян умирает каждый год от наркотиков. На словах они борются с наркотиками, а фактически они снабжают всех нужных и ненужных людей этими наркотиками. Ну, наверное, мы далеко уедем. Страна погибнет просто. В Украине, как и во всем цивилизованном мире, наркоманам пытаются помочь заместительной метадоновой терапии. В России такая программа запрещена. После аннексии Крыма несколько тысяч больных, оставшихся на полуострове, практически обрекли на верную смерть. Из этих людей уже несколько десятков, там, свыше 60 уже умерло на данный момент. Потому что они были полностью лишены этой программы. Вот. И их фактически Россия обрекла на смерть всех этих людей. Следующее достижение России на ниве социальной политики – аборты. В международном списке Россия занимает одно из первых мест по количеству операций по прерыванию беременности. РФ снова скромничает. Не одно из первых мест, а совершенно четко – первое место. Ежегодно около 900 тысяч женщин в нашей стране все же идут на аборт. И это только официальная статистика. Эксперты уверяют, в реальности беременность прерывают от 3 до 5 миллионов. На тысячу рожденных детей приходится 1022 аборта. В Румынии, второй после России страны в этом списке, на тысячу рождений приходится 684 аборта. При этом в России любят поговорить о том, как бы запретить аборты вообще. Или сделать их платными. Все-таки духовные скрепы обязывают. В Конституцию России предлагается внести поправки, которые предусматривают признание человека человеком с момента зачатия. Особенно показательно то, что россияне равняются на террористические и никем даже ими самими не признанные республики ДНР-ЛНР. Или вот наши соседи Донецкая Народная Республика, они предусмотрели в своей Конституции, что человек является человеком с момента зачатия. Причины абортов банальны. Несчета, необустроенность жизни, низкий уровень сексуального воспитания. Все связано и с певною низкой культурой, скажем, санитарно-гигиеничной, и с тем, что боятся народжевать, потому что не впевнены в завтрашнем дне, потому что поганые люди живут. Тому боятся народжевать детей. Россия продолжает удерживать мировое лидерство по количеству самоубийств среди пожилых людей. Сколько тебе лет? 60. Не нужен. 60. Не нужен. А сколько лет нужно? Цифры, отражающие кризис семьи в России, тоже ужасающие. 8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в приюты. Родственники от них отказались. Первое место в мире по числу самоубийств детей и подростков совершается именно в Российской Федерации. 20 самоубийств на 100 тысяч подростков. Втрое больше мирового показателя. Ну, вначале о серьезной проблеме детских суицидов. По данным Следственного комитета, их количество в России резко возросло. Только в первой половине этого года в стране произошло более 500 таких самоубийств. Действительно, как бы, Россия занимает одно из первых мест в мире по уровню детского суицида. Вот. Это огромная проблема. Она, в первую очередь, вызвана и тем, что очень много детей жертвует не в полных семьях. Если, конечно, у них вообще есть семья. Первое место по количеству детей, брошенных родителями – золото в этой ужасной гонке – снова у великой и духовной России. У нас от двух до пяти миллионов беспризорников после Великой Отечественной войны было 700 тысяч. В Китае на миллиард 400 миллионов населения беспризорных только 200 тысяч. То есть в сто раз меньше, чем в России. Вот, что значит дети для китайцев. А ведь забота о стариках и детях – это основа, залог процветающей нации. Дитячие будинки, например, в Западной Европе, которую россияне проклинают, как гнездо гомосексуализма, так я нагадаю, что там останний дитячий будинок начинался еще в 56-м или 57-м году, а на усыновление величезная черга на много лет, чтобы, не дай Боже, где-то дитина сама лишилась, то за ней черга, чтобы ее усыновить. Это самое в США, в Канаде. Там слово «дитячий будинок» вы им не сможете пояснить, что это такое. По числу убийств на душенаселение в мире Россия уступила первое место Колумбии и стала второй. Второе место заняла РФ также по количеству убитых журналистов за последние 10 лет. И все-таки Россия остается номером один по количеству роста долларовых миллиардеров. Вот он, простой ответ на вопрос, где деньги, Зин? Те ресурсы, которые имеет Россия, они бы уже уровень жизни имели, ну, скажем, они не набагато ниже, чем в Эмиратах, в Объединенных Арабских Эмиратах, чем в Катаре, потому что они колоссальные колькости продают нафто и газ, и другие полезные копалины. Но при этом простые россияне злодоруют и живут очень-очень плохо. Онкозаболевания, заболевания психики, количество ДТП и разводов. По всем этим показателям снова впереди всех РФ. Россия занимает первое место в мире по абсолютной величине рубля населения. Сегодня РФ уже наплевать на собственные рейтинги, уверяют эксперты. Инвесторы и так бегут из страны. А основной массе россиян все эти ужасы знать ни к чему. Это рейтинги для понимания других стран и их места в мире, среди двухсот стран в мире. Потому что идет глобальная конкуренция. И 200 стран, они за инвестиции, за потоки финансовые, за человекопотоки, за миграцию, за туристов, за влияние, уважение. То есть эти все соревнуются. В рейтинге политических прав и свобод Россия занимает почетное 159 место. При этом 85% россиян уверены, что живут в свободной стране. На всей мапе света около 200 стран. И вот 159 место обнимает Россия. Про что тут говорите? Серед стран самых отсталых режимов, каких-то людожерских, Африки и Азии, там находится и Россия. И это все приводит до таких злиднев. Потому что когда в стране такая влада, она не может развиваться. Тебе могут сказать по телевизору, что ты счастливый и свободный. И ты в это можешь поверить. Если они верят пропаганде, то они не верят к таким вещам. Не верь своему холодильнику, но верь Дмитрию Киселеву. Основная мантра обычного россиянина. Если о разрухе, пьянстве, суицидах, нищете и воровстве не говорят по федеральным каналам, значит их не существует. Советую посмотреть. И то, что Россия практически по всем важнейшим социальным показателям, без преувеличения, хуже всех в мире, так и останется для большинства граждан РФ тайной. Жесткую правду им успешно заменяют неосязаемые духовные скрепы и борьба с мифическим украинским фашизмом. Смотрите далее в гражданской обороне. Уничтожить по российской традиции умирающий бизнес оккупированного Крыма. Из 124 тысяч предпринимателей осталось 24 тысяч. Майдан в Херсонесе. Как главой уникального историко-археологического заповедника в Крыму стал священник. Хуже фашистов. Рейдерский захват Массандры и остановка предприятия. Через какое-то время нас начали проверять по нескольку комиссий. Годы российской пропаганды в Крыму сделали свое дело. Это кадры той бесноватой эйфории полуторагодичной давности. Люди счастливы и ждут чуда. Неужели свершилось? Господи! Спасибо! 16 числа мы постучались родной матери в двери. И она открыла! Ура! Но если Россия – это мать, то одинокая алкоголичка. Крым год спустя стал заброшенным и печальным местом. Там наступил сталинский совок. И там есть люди, которые вертухаи в этом лагере. Это люди, которые бегали с русскими флагами и развешивали щиты. Пусть хоть камни с неба падают, зато мы дома, мы в России. И на заключенных этого ГУЛАГа – это украинцы и крымские татары. И это не просто слова. Железный кулак тоталитарного полицейского государства в Крыму ощутили все. И в первую очередь бизнес. Из тех предприятий, которые были при Украине, и которых осталось при России, то есть уцелело приблизительно где-то 20% бизнеса. То есть из 124 тысяч предпринимателей осталось 24 тысяч. То есть очень сложная процедура, очень большие налоги. В один день крымские предприниматели с ужасом обнаружили, что налоги в РФ в 4 раза выше, чем украинские. О том, насколько тяжелее стало вести бизнес, в социальных сетях делятся сами крымчане. По изменениям, вот пришло российское законодательство, плюс теперь добавилось к налогам, сборам, обязательно лицензирование на все виды деятельности. Даже вот ремонт обуви надо лицензировать. Ну вот у нас в Крыму, например, чтобы открыть бухту, ремонтировать обувь, на 180 тысяч заплатить. Таким нехитрым способом Россия-матушка уже задушила рисоводство, животноводство и рыбную отрасль в Крыму. Рыбная отрасль – это была полная катастрофа. 10% осталось от нее, 90% уничтожено. Почему? Они ввели новые требования. Теперь, допустим, каждую лодочку, обычную, там, шхуну рыболовецкую, надо закупить там оборудование типа на 10 тысяч долларов, чтобы она могла легально ловить. Естественно, у людей таких денег нет. Откуда? Знаменитые вины Массандры, которые изготавливаются по 200-летним технологиям, в России сразу же назвали винными напитками. Винные материалы – совершенно другие налоги, то есть очень высокие налоги, совершенно дискриминационная, скажем так, шкала и более сложные процедуры по регистрации. Стоимость акцизов, которые должно платить предприятие, в 50 раз выше, чем в Украине. Они признают вином то, что производится там типа а-ля в Анапе, которое два года производится лоза, только поездка, это вино. А то, что с 18 века лоза идет в Массандре, это не вино, это винные материалы. То, что создавалось столетиями, умелая рука российских хозяев разрушила за полгода. Вскоре после аннексии полуострова в Массандру стали наведываться отряды Аксеновской самообороны. Через какое-то время нас начали проверять по несколько комиссий. 4,3 миллиарда ущерба принесла Массандра за полгода. Так сказали оккупанты. На сотрудников стали заводить уголовные дела. Использование Массандры исчез участок с ценными виноградниками. Производство остановилось. Пришли немцы в Крым, завод работал, при немцах работал, разливал вино. Пришли советские войска, сразу Борошилов приехал на завод, уже завод работал. А потом пришла Духовная Россия. Героя Украины и Несменного в течение 28 лет руководителя завода Николая Бойко по российской традиции обвинили в финансовых нарушениях. Уголовное дело. За что? Что вы сделали? Ничего не сделали. Сохранял Массандру, работал. Очень скоро с помощью вооруженных людей оккупанты привели новое, видимо, по-настоящему честное руководство. Обычная схема обычного рейдерства. Добро пожаловать в Россию. Я понимаю, что рейдеров интересует не виноград, который приносит доходы через бутылку, через труд и так далее. Земля? Они же возиться не хотят доходы. Им нужна земля. Сотка земли под этими виноградниками стоит 50-60 тысяч долларов. На что не поскупились даже немецкие нацисты, что не смогли отобрать регионалы Януковича, российские оккупанты погубили в два счета. Как вы считаете, вот сейчас, когда рейдерский захват случился, мы можем предполагать, что рейдеры окажутся для Массандры страшнее фашистов? Можно даже не сомневаться, а вдруг окажутся. Окажутся точно. В аннексированном Крыму рейдерство стало нормой. Всего собственников сменили 4 тысячи предприятий. Это ваша вина. Позор! 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 Симферополь. Рынок по улице Козлова. В одну ночь РФ навелась здесь свои порядки. Под покором ночи силовики и рабочие пришли сюда для того, чтобы начать сносить торговые объекты. Поэтому ночью. Слухи о ликвидации рынка ходили и раньше. Но о том, что вооруженные люди приедут ночью и будут буквально грабить торговые лотки, никто не предупреждал. Обескураженным продавцам приходилось просто смотреть на то, как рушат их рабочие места. Рынок на Козлову уничтожен. Это несколько сотен людей. То есть по самым скромным оценкам порядка 700 предпринимателей лишили своего бизнеса. Причем очень циничной формы. Полиция окружила, не пустила людей. Они просто врывались в эти магазины, в эти бутики. Там шевряли эту одежду, куда-то паковали. То есть часть украли просто. Сегодня ни документов, ни демонтаж. Машина, которая вывозила товар, была без номерных знаков. Просто вскрывают троллеты, выносят товар, закидывают фуры и увозят. Все. Где теперь будут работать и что будут есть около тысячи человек, предпринимателей и реализаторов рынка, оккупантов не особо беспокоит. Духовные скрепы РФ порой не знают границ. Настоящий скандал разразился в Херсонесе в конце июля этого года. Главой уникального историко-археологического заповедника наследие ЮНЕСКО Херсонес Таврический назначили священника. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло назначил на эту должность священника. И теперь работники заповедника боятся, что научный центр превратится в храм. РФ словно абсурдное зазеркалье. Сотрудники музея взбунтовались. Разряда советского музея в церковной. Послушайте, послушайте. Нормально. Мы уверены, что назначение на постдиректора заповедника, человека, далекого от науки и тем более представляющего интересы церкви, может нанести ущерб Херсонесу. Ответ оккупационных властей вполне в духе России. Холопам роптать не следует. Решение принято. На каком основании? На основании того, что я моих полномочий. Я не обязан отчитываться за свои действия. Ну, конечно. Ведь в России чиновник не слуга народа, а удельный князь. Вы свой инициаль! Вы представитель государственной планы! Сотрудники музея Херсонес-Таврический – это выдающиеся ученые с мировыми именами. Ученые обладают совершенно уникальными знаниями в археологии, антропологии и нумизматике. Теперь руководить ими будет батюшка со среднемедицинским образованием. Так сказала российское священноначалие. Медицинским училищем со среднем образовании. Еще помнящие украинскую вольницу, сотрудники Херсонеса Таврического наивно полагают, что могут что-то изменить. Здравый смысл должен восторжествовать. Будем бастать. Поэтому что? Будете бастовать? Последний аргумент губернатора Севастополя вызывает среди ученых взрыв хохота. А затем протест обретает знакомые черты украинского сопротивления. Великая, вообще-то из потом веков, занималась наукой. Девочек. Пасок! 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 Напоминает Майдан. Только вот в тоталитарной России такое проходит редко. Сам новоназначенный директор, он же священник Сергий Халюта, того, что он, священный служитель с дипломом училища, будет руководить учеными с мировыми именами, не стесняется. То послушание, которое на меня возложилось в священном начале и управители нашего города, нашего Крыма, я буду выполнять. Предыдущего директора уволили без объяснения причин. Многие эксперты намекают, что новый директор в Херсонесе – предвестник распила лакомых земель. Мы получаем с вами банальную схему взять под контроль вопросы распределения земель. И в угоду этому приносится в жертву все. Моразм с назначением священника на светскую должность наслоился на другие проблемы Севастополя. Ужасное состояние дорог и медицины. Мусор во дворах и распил бюджетных средств. Севастопольцы жаждали митинга. Отношение вот такое нехозяйское, недоброе по отношению к севастопольцам, оно уже, ну вот, перешло все границы. Суд Севастополя митинг, как и положено, в России запретил. В ответ горожане начали собирать подписи под обращением к Путину с требованием прекратить беспредел. Успели насобирать 11 тысяч. Губернатор понял, что пахнет жареным. И только после этого Сергей Халюта, по собственному желанию, покинул пост директора заповедника. Протеерей Сергей Халюта покидает пост директора заповедника Херсонес Таврический. Вместо здравомыслия – маразм. Вместо науки – духовные скрепы. Вместо сохранения уникального наследия – дележка земель. Это Россия в Крыму. Подводим печальные итоги хозяйствования оккупантов в Крыму. Цифры впечатляют. Из всего мелкого и среднего бизнеса выжило 20%. Высокие налоги, сложная процедура регистрации, рейдерство. Но самое страшное, что РФ уже практически начала уничтожение украинского культурного наследия. Уникального и ценнейшего завода «Массандра» и культурно-исторического заповедника «Херсонес Таврический». Обреченные на смерть. Каковы реальные потери российских войск в Украине? Нет человека, нет проблемы. Поддельная защита. Как Кремль из-за имперских амбиций проводит настоящий геноцид против своего же народа? Мова идет про тысячи загиблых. Своя правда. Почему реальное число потерь – табу для РФ? Вся информация теперь имеет рейд, целиком таемный. Об этом всем только сегодня. И только в гражданской обороне. О своем решении спасать русскоязычных граждан Украины власти Кремля заявили еще в марте 2014 года. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан Юго-Востока Украины. Новороссия, укропы, хунта, каратели, бандеровцы, фашисты стали основными темами российских СМИ и главными врагами любого русского патриота. Наступление карателей захлебнулось. Кремль вышел на тропу войны. И закрутилось. Сначала зеленые человечки, которые пришли из ниоткуда и звать их никак. А представьтесь, пожалуйста. Не могу представьтесь. Почему? Потому нельзя. Ну как нельзя? Ну, военная форма без опознавательных знаков. У нас нет опознавательных знаков. Ну да. У нас нет опознавательных знаков. Так называемые защитники русского мира. Иными словами, жертва Киселев-ТВ. Мы представители русского мира. И бьемся здесь за русский мир. Потом большим потоком хлынули наемники. Люди, для которых человеческая жизнь равна нулю. Для них главное – деньги. В батальоне Донбасса я доберман. Он же с твоего батальона, сука, хуй и врешь. Люди едут на зарубитке. Когда стало понятно, что с такими солдатами удача Украину не победить, в бой бросили солдат настоящих. Мы давали на всякую за счет русский мир. Мы всякую за счет. Не важно, где за русский мир. Все эти люди, кем бы они ни являлись, наемниками или кадровыми военными, граждане России. Большое количество уже полегло. Но все они сложили головы вовсе не за русский народ. Там же другое название государства. Другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Вот так и получается, что одних русских Кремль вроде как спасает, а других реально убивает. Эта необъявленная война идет уже больше года. И потери несут обе стороны. Но если в Украине об этом открыто говорят, пишут и показывают, то для России тысяч убитых, раненых, покалеченных попросту не существует. Мы просто их не считали. У них нет человека, нет проблемы. В таком поведении российских властей нет ничего удивительного. Ведь официально Россия ни с кем не воюет. В войне, слава богу, нет. В России уже последний хомяк знает, что здесь происходит и сколько любителей легкой жизни сложилось здесь в голову. Несмотря на завесу тайны вокруг смертей российских солдат, правда все-таки просачивается на поверхность. О грузовиках с гробами, едущими в Россию с востока Украины, заговорили в мае прошлого года. Основательница группы «Груз-200» Елена Васильева сообщила, что из Украины вернулись около 15 машин с трупами. В них навалены друг на друга трупы российских военных. Количество варьируется из разных источников от 800 до 1000 человек. Куда повезли, неизвестно пока. Много раненых в госпиталях и больницах Ейска. Елена Васильева, основательница группы «Груз-200». Количество могил на российских кладбищах неумолимо растет. Но есть и те, кто уже никогда не вернется домой, даже в цинковом гробу. Есть места так называемых тайных похорон, как на территории, соответственно, тех самопроголоченных республик, так и на территории Российской Федерации. Часто освобождая города от боевиков, украинские военные наталкивались на ужасающие находки. Есть места в Луганской области, поблизости Красного Луча, вот эти тела, загиблых ополченцев, просто скидались, скажем, в тольные вот эти вот копали, а потом подрывались, чтобы каким-то образом заместить следы, скажем, уменьшить количество военных трактов. Такими темпами и слухи о передвижных крематориях на границе с Ростовской областью окажутся правдой. За наказом, злочинным наказом військового керевництва российского, было завезено на территорию Донецкой области 7 пересунных військовых крематориев на базе КАМАЗов. Сколько человек так полегло и сколько еще братских могил не найдено, остается только догадываться. Но то, что число погибших по приказу Кремля россиян ужаснет каждого, сомневаться не приходится. Кадровые военные РФ, наемники, казаки, чеченцы и прочие боевики, сражающиеся против украинских сил, несут колоссальные потери. Цифра приблизна та, которую дают уже наши специальные службы, это до 4000 загиблых самороссийских військовослужбовцев. Узнать достоверные данные сложно. Чтобы окончательно избавиться о памяти про мертвых защитников русского мира, президент РФ издал указ, засекречивающий любую информацию о потерях России. Это в первую очередь людей, техники, возможных, так сказать, невдалых проведения операций. Это вся информация теперь имеет риф и целиком таемный. Теперь в перечне данных, относящихся к гостайне, новая графа. Потери личного состава Минобороны России в мирное время. Очень странный указ для страны, которая ни с кем не воюет. Но подсчитать хотя бы приблизительные потери можно. Например, в каждом крупном бое погибает от 200 до 400 боевиков. Тоже наступление на Марьинку. У них 200 убитыми. Это подтвержденная цифра. Наступление на Старогнатовку. По нашим данным, боевики признают 136. Реально численность погибших тоже около 200. Таких крупных боев было несколько. Вот только некоторые данные. Донецкий аэропорт – 1500 человек. Авдеевка – 250 человек. Пески – 250 человек. Дебальцево – 1000 человек. Марьинка – 400 человек. Число колеблется от 2 до 3 тысяч погибших. И это только крупнейшие сражения. Наибольшее количество погибает в лобовых атаках. Приблизительно по 150-200 человек за раз. В течение дня могло быть 2-3 таких успешных ударов. К тому же, по сообщениям украинских военных, регулярно происходят столкновения с диверсионными группами террористов. Зачастую как раз они и состоят из российских солдат и кадровых военных из управления ГРУ. Смотришь на них, кто понимает, что это не местный, это спецура. Добрая навчана, натаскана, добрая физически развинута, физически грамотные ребята. Добавить к этому еще локальные потери от перекрестного огня, которые боевики ведут друг по другу. Цифра получается колоссальная даже по меркам России. По моим высотам это 10-15 тысяч. Ну, ближе к району 15. Подсчитать точное количество трупов после обстрела артиллерии практически невозможно. Настоящие цифры знает только российский генштаб. Но там, разумеется, хранят молчание. У них есть естественные втраты. Вот это на эти естественные втраты, в период навчания, они списывают как раз эти боевые втраты, которые проходят в Украине. Недавно в России был опубликован демографический отчет. И вот какие цифры там указаны. И там была озвучена цифра 20 тысяч. Почему за этот год втраты людей призывного века такого не было никогда. Из-за чего увеличилась смертность молодых ребят призывного возраста? Вопрос практически риторический. У них были демографические втраты, очень большие, именно человек, именно призывного века. И после этого законодательства закрывают информацию про втраты армии в мирный час. Все вместе получается от 15 до 20 тысяч. Для сравнения, за весь период афганской войны россияне потеряли 14 тысяч солдат. И это за 10 лет войны. В Украине же Россия воюет всего полтора года. По официальным данным, более 600 человек пропало без вести, якобы на учениях. Никто не знает, где они и живы ли вообще. Их шукают, матерей шукают, как вы нам поведомляли. Матери отдают своих сыновей в руки государства, думая, что там о них позаботятся. Но в результате матушка Россия их обрекает на гибель. А тут я выгибаю. В последний раз. Историю Елены Тумановой, матери российского солдата Антона Туманова, погибшего на Донбассе, знают все. Все в Украине, а не в России. Ведь там запрещено о таком говорить. Я все ждала его звонка. И вот уже когда пришел сотрудник военкомата, я уже сказала, что я на чем делаю. Ты зачем вообще его отпустила на Украину? На Украину, я говорю, на Украину, что ли, ты сказала? Таких мам, похоронивших своих сыновей из-за чьих-то имперских амбиций, воров много. Но говорят об этом только единицы. Личные вещи нам точно не прислали и уже не пришлют. Потому что сказали, что, возможно, они куда-то делись. Военный билет, паспорт. Этого тоже ничего до сих пор нет. Кремль этих солдат искать не будет. Там и так знают, где на территории Донбасса находится та братская могила, в которой похоронены эти парни. Но информация-то засекречена. Кремлю становится все труднее контролировать поток информации о погибших российских солдатах в Украине. Интернет буквально завален свидетельствами родственников. У кого-то погиб муж, у других сын или отец. Мой сын Ковыршин Дмитрий Александрович погиб 17-го числа под поселком Металисты. Сегодня дяде позвонили и сказали, что он погиб. Мне сообщили вот после часа родственники только. Уважаемый Владимир Владимирович, от всех матерей, жен, сестер, погибших солдат российских. У них нет имен, нет лиц, только безымянные могилы. Ведь войны нет, значит, они не погибали в Украине. Вот этим солдатам, которые принимают участие в нынешней позорной войне, о них памяти не будут, они не нужны никому. Они забыли про честь, про обычные моральные принципы. Нежелание России честно сообщить о гибели своих солдат напоминает советское время, когда скрывали информацию о судьбах военнослужащих, не вернувшихся из Афганистана. Это пока потери России в войне на Донбассе под грифом «Секретно». Но рано или поздно такой гриф исчезнет с любого документа. Придет время, и военные преступления Кремля станут известны. Смотрите далее в «Гражданской обороне». Безжалостные убийцы под видом защитников. Сколько мирных жителей погибло от рук террористов? Фашисты того не делали, что делают эти падлы. Это не люди, это сволочи. Немцы были добрее. Грязная тактика. Как создаются сюжеты о мнимом наступлении украинской армии? Начинается обстрел, ты думаешь, ну началось. Бах-бах-бах-бах. По своей территории. Люди, как разменная монета. И зачем боевики стреляют по мирным районам? Прямо сейчас в программе. День независимости в Украине проходит с горьким привкусом траура. Всего за пару дней до этого состоялся митинг-реквием по погибшим во время обстрелов сортаны в прошлые выходные. Десятилетняя девочка теперь обречена на инвалидность. Ей снарядом оторвало стопу. Ее мама в тяжелом состоянии в реанимации. Без сознания в состоянии медикаментозного сна. Прогнозы какие-то делать крайне тяжело, потому как травма очень тяжелая. Год назад боевики уже обстреливали сортану. Тогда под огнем оказалась похоронная процессия. Погибших буквально собирали по частям. Из зоны конфликта постоянно приходят трагичные новости. Мирный житель подорвался на растяжке в селище Новоточкиске на Луганщине. Пятмесячная дитина отримала осколковое поранение живота внаслідок обстрела бойовиками населенного пункта Марьинка, что на Донеччине. Юрка погиб. Дочка. И вот там где-то тетя Валя, по-моему, еще попала в нее. Десятки городов буквально стерты с лица земли. Там, где раньше были густонаселенные поселки, сейчас руины и пустота. Лишь изредка слышны звуки разрывающихся снарядов. По данным ООН, за более чем год военной агрессии на Донбассе погибло более 7 тысяч мирных жителей. Цифра шокирует. В общей сложности это население целого городка. Наблюдая эту ужасающую картину, начало конфликта выглядит как злая шутка. Наша задача, чтобы люди жили в нормальной мирной атмосфере. Пока что люди, которые якобы собирались поднимать Донбасс с колен, все больше втаптывают его в грязь. Воюем потихоньку, защищаем русский народ на Донбассе от бандерлогов. Вот, так сказать, новофашистов. Но, судя по методам ведения боя, до народа им точно нет никакого дела. Снаряды летят без разбора. Свят, боец батальона Айдар, вспоминает, как в прошлом году они заходили в один из поселков. В бою добровольцы уничтожили один из танков-террористов. Вместе с тем, что мы уничтожили его экипаж, он из этого села, опять же, сделал тоже. То есть он по нам стрелял, ну, я не знаю, наверное, весь боекомплект будет задел оттуда, с холмов. В результате от поселка камня на камне не осталось. Впоследствии оказалось, что за рулем танка был один из так называемых защитников угнетенных – гражданин России. Из этого поселка не осталось ничего. Его просто уничтожили. Просто уничтожили. Грады ложили по поселку четыре раза, вдоль и поперек. Там не осталось, ну, там есть некоторые оставшиеся дома, но это руины. Просто руины. Год спустя ничего не изменилось. Ситуация только ухудшилась. Если раньше террористам просто было все равно, кто окажется жертвой обстрела – гражданский или военный, сегодня они целенаправленно стреляют по мирным районам. Обстрелы каждый вечер, почти. Каждую ночь. Это Горловка. С украинского блокпоста город видно, как на ладони. Проведи миссию ОБСЕ тут хотя бы пару дней, они бы точно знали, кто на самом деле накрывает огнем город. Было видно место вспышки, откуда залпы были, и вспышки, куда падало. И то, и то это была территория, контролируемая сепаратистами. За год войны в Горловке под артобстрелами боевиков погибли 58 человек, 129 тяжело ранены. Показательной является и позиция в районе Донецка – шахта Бутовка. Небольшой отрезок, зажатый между ДАПом и Донецком, уже много месяцев удерживают бойцы 93-й бригады. Ежедневно они просыпаются и засыпают под такие ужасающие звуки. Но часто бойцы наблюдают и другую картину. Снаряды, пролетая над ними, летят в Донецк. Им захотелось, они вытащили ящик, зарядили, давай, по городу, по местным жителям, по заводу коксохимичным, по нам. Ответные залпы также через них прилетают в Авдеевку. И военные, и эксперты отмечают странное поведение террористов. Самоходная артиллерия точно стреляет. Вообще ствольная артиллерия, точнее, стреляет, чем реактивная. Да, видно, что идет обстрел. То есть явно стреляют там далеко пушки. Галбицы стреляют. То есть, по идее, понимаешь, должно лететь сюда. Оно почему-то летит в Донецк. При желании обстрелов мирных районов можно было бы избежать. Но у боевиков совершенно другая цель. Мнимые защитники русскоязычных на самом деле работают на кремлевскую пропаганду. Открывали огонь пожилым районам. Огонь открывался пожилым кварталом. И обстреляли мирных граждан. Боеприпас разорвался во дворе их частного дома. Все для того, чтобы поддержать линию российских каналов. Без таких обстрелов стали бы невозможны, например, вот такие сюжеты. Обстрелы продолжаются, и в том числе по мирным населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Массированные атаки подвергся и поселок Октябрьский в Куйбышевском районе. В результате чего также загорелся один из частных домов. Трагические обстрелы Сарданы, Авдеевки, Дзержинского и прочих городов на прошлой неделе не стали исключением. Все подгонялось под одну историю. Участившиеся удары по городам и поселкам Донбасса – это отвлекающие маневры силовиков, которые таким образом прикрывают переброску новых сил и техники к линии разграничения. Массированное наступление, которого опасается в ДНР, может начаться в любую минуту. За день до наступления разведка ДНР рассекретила планы украинской армии. Атаковать решили в День независимости незалежной. Псевдоразведка ДНР имитирует бурную деятельность. В Донецке не поленились, даже карту напечатали с громким названием. Замысел наступательных действий украинских войск. По нашим разведданным, здесь сконцентрировано порядка 90 тысяч. Вот на карте направления, которые удары, мы предполагаем, противник как может осуществить. Это с юга, так называемый сектор М, как Украина любит называть. Как пить дать именно там, где у Басурина фиолетовые стрелочки нарисованы, и стоит ожидать провокаций. Тем более, что благодаря новой порции зомбоновостей фанаты Киселев ТВ с легкостью поверят в происки украинских фашистов. Очередная активизация боевых действий – это, увы, всегда потери. И чаще всего под обстрелами городов погибают не военные, а мирные жители. Тем, кто все еще верит в защитников-ополченцев, стоит напомнить о кровавых терактах в Мариуполе 24 января. Террористы без зазрения совести убили 16 мирных жителей, 83 получили тяжелые ранения. И это несмотря на то, что всего за полгода до этого, когда город был оккупирован боевиками ДНР, они называли его русским и цемерно клялись защищать его жителей до последней капли крови. Ежедневные боевики своими руками разбивают шаблоны, которые так усердно выстраивала кремлевская пропаганда, чтобы прикрыть агрессию России. Зачем здесь быть? Бороться с фашизмом. Немцы были добрее, чем вот эта падаль, которая сейчас пришла. И будь проклятый! Извините, Оте, больше. Я этим доверяю больше. Вот эти наши украинские, что здесь стоят, я им доверяю больше, потому что это моя страна. Мы едем помогать, восстанавливать народное хозяйство. Ну и каждый день смотреть за то, что здесь происходит, больше не оставалось сил. Мы не хотим ни ДНР, мы не хотим никого, оставьте нас в покое. Нам ничего не надо, мы здесь жили при Украине, и мы родились при Украине. Вся мнимая борьба за независимость Донбасса в итоге свелась к удовлетворению беспощадной и кровавой машины пропаганды. И ДНРовцы стреляют по частному сектору, и специально по частному сектору разрушают дома. Для картинки российского телевидения. Мы переживаем за мирное и население, и мирных людей. Россия, наоборот, для них это предмет торгов. А в этом грязном деле у боевиков одно правило. Чем больше мирных жертв, тем лучше. Я не представляю, как мне защищаться, когда круглым автоматом. Потому что вы не понимаете, что на Украине Украина, а в России Россия. Я понимаю, что каждый человек должен сам выбирать. Как мы можем под автоматом выбирать, скажите. Разрушения растут в геометрической прогрессии. Жертв среди жителей Донбасса, которых они вроде как пришли защищать, все больше. Любому понятно, что защитники себя так не ведут. Субтитры создавал DimaTorzok